Здравствуйте! О событиях этой пятницы вам расскажут корреспонденты информационной службы телекомпании «Пятый канал» и я, Антон Александров. И в начале породко лишь о некоторых темах выпуска. Работа на опережение. В Акимате призывают население подключиться к противопаводковым мероприятиям. Материнская любовь без границ в своё трёхлетие отметила движение многодетных матерей «Талбисык». «Геофизика будущего» ученицы Назарбаев интеллектуальной школы Караганды стали победителями на Всероссийской научно-практической онлайн-конференции. Работа на опережение. В районе имени Казабекби из 100 улиц, подверженных возможному подтоплению, на 41-й уже завершены работы по вывозу снега и очистке рыков. В Акимате призывают население подключаться к противопаводковым мероприятиям. Ирина Вобещевич с подробностями. В данном случае сейчас ливневка закрыта снегом, льдом. Мы её должны очистить. У нас сроки по улице Бадина и Нуринска у нас получаются. Сегодня мы должны всё завершить. Ливневка вообще идёт. Вода поступает у нас со стороны путепровода с океана. Идёт вдоль улицы Бадина и проходит до железной дороги. Ещё в начале февраля в районном Акимате утвердили график очистки всех улиц частного сектора от снега. Была поставлена задача вывести залежи и очистить арыки там, где они предусмотрены, чтобы, когда солнце начнёт припекать, вешние воды не устремились во дворы и подвалы жителей. На сегодняшний день с 41 улицы из 100 вывезено 25 тысяч кубометров снега. Сразу отметим, что в прошлом году в списки попали только 69 улиц. В этом году решили минимизировать риски подтопления ещё для большего числа жителей частного сектора. На 9 улицах сейчас очистка от снега производится. По ливнёвкам у нас получается более 175 ливнеприёмников очищено. Очищено 1510 погонных метров арыков. Работа в данном направлении продолжается. Планируем до 15 марта завершить работы по подготовке к паводкам. Помимо задействованных четырёх подрядных организаций помогают коммунальщики. Сегодня работа шла на улицах Нуринская-Бадина, где ежегодно есть угроза подтопления. В начале февраля в нашем инстаграм страничке опубликовали перечень улиц, где будет производиться снег. Попросили жителей снег со своих дворов выносить на проезжую часть, не складировать на колодцах и максимально помогать при очистке. Помимо этого, потому что не все пользуются социальными сетями, мы привлекли специальную машину ЧАЭС с громкоговорителем. Мера подействовала, но только на сознательных граждан. Некоторые так и не очистили снег со дворов, а другие выносят его уже после расчистки подрядчиками, подвергая тем самым себя и соседей возможному затоплению. Багдад Бабайбеков не из таких. В целом работа подрядчиков проходит этапами. Сначала заходит тяжелая техника, которая вычищает снег около заборов жителей, а также откапывает арыки. Затем начинается трудоемкая ручная работа подрядчиков. Было бы быстрее и продуктивнее, отмечают они, если бы жители подключились одновременно. В прошлые годы, период советский, получается, жители более активнее участвовали в очистке ливневок. Они в осенний период, получается, закрывали оголовки водопропускных труб, осенью зачищали ливневку, потом дружно все жители выходили и очищали ливневку, получается. А сейчас просто с этим есть определенные вопросы. Жители малоактивные в этом вопросе и практически никакого участия не принимают. В Акимате призывают жителей присоединяться к работе, не дожидаясь, когда снег начнет таять. Потому что завтра эта проблема будет не только, так скажем, Акимата. Эта проблема может стать и проблемой жителей. 5,4 миллиарда тенге потратили в прошлом году на финансирование задумок в рамках спецпроекта АУЛ Ельбисэгэ. В этом году выделили на миллиард тенге меньше. Деньги направляются на улучшение жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также на ремонт социально значимых объектов. Какие преобразования были произведены и что планируют еще сделать, рассказали журналистам на площадке региональной службы центральных коммуникаций. Подробности в репортаже. Капитальный ремонт общеобразовательной школы села Шахтерское. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кертенды Нуринского района. Капитальный ремонт здания инфекционного отделения поселка Топар. Это лишь часть важных преобразований спецпроекта АУЛ Ельбисэгэ. В 2019 году Министерство национальной экономики провело анализ показателей развития сельских населенных пунктов. В итоге были определены 83 опорных и 96 спутниковых сел, в которых стали производить преобразования. В прошлом году проводилась работа по 60 проектам на общую сумму 5,4 миллиарда тенге. Из 60 проектов 12 переходящие на текущий год. 46 проектов завершены. В 24 сельских населенных пунктах отремонтировано 5 объектов образования, 4 здравоохранения, 2 культуры и 105,7 километров внутрипоселковых дорог. В этом году на реализацию задумок в рамках спецпроекта АУЛ Ельбисэгэ предусмотрено 4,4 миллиарда тенге. На эти деньги воплотят в реальность 16 проектов области транспортной инфраструктуры, 28 – социальной и один – жилищно-коммунальной сфере. Это позволит создать новые рабочие места и улучшить инфраструктуру в моногородах и селах. К примеру, в 2020 году удалось реализовать 47 проектов в 13 крупных опорных селах. Так реконструировали парк в селе Актогай, произвели капитальный ремонт средней школы номер 16 в поселке Карагайлыкар Каролинского района. Отремонтировано 9 объектов образования в 8 населенных пунктов, 4 объекта здравоохранения в 4 населенных пунктах. Завершены ремонты зданий двух районных больниц, врачебная амбулатория на 20 посещений в смену и котельная сельская больница села Баршина. Система региональных стандартов предусматривает наличие в районных центрах не менее 32 объектов услуг. Для центра сельских округов не менее 23 объектов, а для других населенных пунктов 11 объектов. Согласно этих требований и производят преобразование в рамках спецпроекта «Аул Ельбисэгэ». Так, в 2019 году в него были включены только крупные населенные пункты, а после добавили еще села, в которых стали производить преобразование. 20 многоэтажных жилых домов и социальные объекты подключены к централизованному теплоснабжению. Отремонтированы два детских сада – «Яртостык» на 140 мест и «Балдорган» на 150. В селе Улытау отремонтирован детский сад «Уркена» на 90 мест. Средняя школа на 525 учащихся, дом культуры на 330 зрителей. Стадион на 1000 мест в селе Улытау. Спецпроект «Аул Ельбисэгэ» позволил отремонтировать историко-краеведческий музей в поселке Нура, который рассчитан на 2000 посещений в год. Привели в порядок там и школу искусств на 176 детей, парк и стадион на 1000 мест. В общем, по итогам прошлого года, обеспеченность сельских населенных пунктов благами цивилизации улучшилась на 0,7% пункта. Антон Александров, Шалкар Алтонбеков, Николай Шевелев. Пятый канал. Спонсор выпуска новостей – Карагандинский ферросплавный завод «Уайдиди». «Уайдиди» – новый уровень казахстанской промышленности. Индустриализация 4.0. Высокотехнологичный завод по производству ферросилиция. Масштабный экспорт. 100% экспортно-ориентированная продукция, соответствующая высоким мировым требованиям в области качества. Мировой потенциал. Карагандинский завод ферросплавов «Уайдиди» занимает достойное место в мировом лидерстве по производству ферросилиция. Сделано в Казахстане. Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология. Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод ферросплавов «Уайдиди». Глаз да глаз о том, как соблюдается пожарная безопасность в общежитиях, сегодня рассказали на совещании в Управлении по чрезвычайным ситуациям. Подробности далее. В общежитиях и хостелах риск пожара высок. На этих объектах необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Газовые баллоны, постоянное подключение электроприборов к источнику оставлены без присмотра пищи, стоящей в нагревательных приборах. И самое простое – это курение. Причин вызывающих пожар очень много. Во избежание подобных ситуаций в Управлении по чрезвычайным составил заседание круглого стола с представителями общежития. В стенах управления по чрезвычайным городом Караганды с представителями объектов с ночным пребыванием, то есть общежития, хостелом, будет проводиться круглый стол. Цель круглого стола – это донести до руководителей и их представителей правила пожарной безопасности на своих объектах. Основные правила пожарной безопасности – это, скажем, что необходимо обратить внимание, это на пути эвакуации, на электрохозяйство, на первичные средства тушения пожара. На территории города насчитывается около 40 общежитий. Половина из них находится в ведении образовательных учреждений, остальное – частные объекты. Необходимо пройти проверку пожарной безопасности зданий, используемых в предпринимательских целях, рассказали на встрече сотрудники управления. После проверки выдается список пожароопасных мест, нарушений, допущенных владельцами объектов. У нас в общежитии по пожарной безопасности, можно сказать, в хорошем состоянии. После проверки есть незначительные замечания, которые можно устранять в течение месяца. Ведомстве также напомнили, что в случае возникновения пожара, если в здании не учтены правила пожарной безопасности, вся ответственность будет возложена на владельцев объектов. Сергей Пасечек, Миржан Жумуратов, Николай Шевелев, 5 канал. Я прививки не боюсь в Караганде. Продолжается кампания по вакцинации подростков. Сегодня очередная группа студентов Высшего политехнического колледжа получила вакцину препаратом Файзер. Как все происходило, наблюдала наша съемочная группа. В этом случае, если вдруг что-то проявится, парацетамол или ивупрофем. Но для этой вакцины характерна местная реакция. То есть на месте укола может быть покраснение, уплотнение, какая-то болезнь. Не переживайте, это нормально. День-два и эти явления все проходят. Студенты Карагандинского высшего политехнического колледжа, впрочем, как и другие подростки, отмечают медики, очень серьезно подходят к вакцинации. Спрашивают о возможных реакциях, что можно, а что нельзя будет делать и в первые дни. С таким контингентом приятно работать. Еще 15 ноября прошлого года в Караганде стартовала кампания вакцинации для подростков от 12 до 18 лет препаратом Файзер. В политехническом колледже еженедельно приглашают прививочную бригаду и желающие после заполнения необходимых бланков отправляются делать укол. Тут учатся 1220 совершеннолетних студентов. Из них 1030 уже вакцинированные. Это в процентном соотношении 86%. А несовершеннолетних у нас 1535. Ну так как она недавно же началась, вакцинация несовершеннолетних, то пока у нас 35%. Ну мы движемся в направлении достигнуть нужно 80%. Поэтому каждую неделю работаем. Вакцинация в стенах родного учебного заведения для подростков имеет ряд преимуществ. Благополучное здоровое окружение, психоэмоциональное восприятие учащимися факта проведения медицинских вмешательств облегчается в привычной им среде. Педагоги и медработники учебных заведений лучше знают подростков. Их присутствие оказывает положительное влияние. Сегодня получила второй компонент вакцины Pfizer для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. Чувствую я себя отлично, без осложнений. Ирина Вобещевич, Серег Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал. Материнская любовь к тебе без границ. В Доме дружбы прошло торжественное мероприятие, посвященное трехлетию со дня образования движения многодетных матерей «Талбисык». 3 марта состоялся праздничный вечер «Материнская любовь к тебе без границ». Движение «Талбисык» стало мостом между государственными органами и матерями. Она состоит из матерей-волонтеров. На сегодняшний день движение поднялось на уровень не только консультативно-благотворительного органа, но и общественного объединения, которое поднимает проблему всех многодетных матерей в Казахстане. Шанрах у нас, у них сегодня есть мероприятие большое. Им большое спасибо. Они нас позвали на салкисе, будут, получается, путали этот ребенок. Вот, Суларгар Ахмед, Кумекки Рахмед, Буклигар Ахмед. Им большое спасибо огромное, что они помогают. Вообще, он помогает. В общем, бездарно, не оставляет, вечно помогает. Всегда помогает, уже два года помогает. Суларгар Ахмед. Большое, 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 Рахмед. По предложению движения «Толбесок» ввели 50-процентную скидку для многодетных семей в детские сады. Бесплатный проездной билет и выделяется на школьную форму по 30 тысяч тенге. До этого такая помощь была доступна только столичным матерям. Организация оказывает сильную материальную и социальную помощь многодетным мамочкам. Только за 2019 год получили благотворительную помощь около 4 тысяч семей. А также с их поддержкой малоимущие семьи были прикреплены в различные фонды, которые помогли приобрести собственное жилье 14 семьи. Сегодня мы празднуем трехлетие со дня образования движения многодетных матерей, которые собрались вместе, чтобы вместе решить свои проблемы. Мы сами начали учить многодетных мам защищать и отстаивать свои права. В самом начале собрались матери-волонтеры, которые помогали друг другу советами, как получить жилье, подать документы на помощь, встать в очередь в садик, а только после начали предлагать о внесении изменений в законы с госпрограммами. Движение «Толбесок» – общественная сила, защищающая мать и ребенка. С детским годом всех! В этот вечер гостям мероприятия был представлен парад творческих коллективов. Артисты подготовили яркую и интересную концертную программу. Было сказано много теплых и добрых слов в адрес присутствующих. Море впечатлений и заряд хорошего настроения унес с собой каждый, пришедший в этот вечер на праздник. Молодежь – это будущее страны. Ученицы 8 класса Назарбаев интеллектуальной школы Караганды стали победителями на Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Геофизика будущего-2022». Подробности в следующем сюжете выпуска. Учащиеся представили проектную работу по теме применения угля в отраслях промышленности Карагандинской области. Данная работа раскрыла геологические особенности образования угля в нашем регионе. Технологии применения топлива в современной угольной промышленности. Сама конференция проходила по восьми направлениям, где были представлены 14 проектов. Цель данного проекта была то, чтобы учащиеся должны были продемонстрировать именно исследовательские навыки. И на основе своих исследовательских навыков показать моделирование и пути решения определенных проблем. Поэтому наши учащиеся исследовали и показали макет, как образовался уголь именно на территории Карагандинской области и именно анализируя будущее угольной промышленности, какие технологии применяются. Конкуренция и количество сильных работ было на высшем уровне. А в возрастной контингент участников входили студенты высших учебных заведений. Судьи отметили, насколько хорошо девочки раскрыли тему. Инна Ким работала над практической частью проекта, а долила над теоретической. Мы проводили интервью с Стивлюком Юрием Михайловичем и Баймагаметовым Сергеем Кабеевичем, которые являются очень известными личностями в угольной промышленности нашего города. И, по моему мнению, это был очень ценный опыт, так как мы смогли развить наши коммуникативные навыки, а также исследовательские. По словам Далилы Куанышевой, они готовились к конференции около двух месяцев. Девочки участвовали в подобной масштабной конференции впервые и провели колоссальную исследовательскую работу. Развитие в дальнейшем нашего проекта будет приниматься во внимание экологическая обстановка и развитие угольной промышленности с учетом экологии, что, безусловно, важно в наше время. Также стоит отметить то, что, так как угольная промышленность является основным источником экономики Карландинской области, то ее развитие очень важное, но также не стоит забывать об экологии, окружающей среде. Организаторами конференции выступил Государственный университет Дубна, Российская академия естественных наук, Российское геологическое общество и Государственный геологический музей имени Вернандского. Победительницы были награждены дипломами и памятными призами. Поздравляем наших девочек и желаем не останавливаться на достигнутом. Весенний комплимент в честь Международного женского дня в областном историко-краеведческом музее Караганды открылась художественно-этнографическая экспозиция. Подробности далее. В преддверии Международного женского дня в областном историко-краеведческом музее Караганды представили художественный этнографический проект «Весенний комплимент» и ретро-выставку из фонда. Гостей ознакомили с национальной одеждой народов Казахстана, Рассказали о создании народного костюма и его продолжении в современных традициях. Надо сказать, что наше мероприятие связано с тем, что мы хотим для молодежи более полное представление о национальной одежде народов Казахстана. Воспитывать к ним преемственность, потому что сейчас очень много модельеров, которые работают в этом направлении, и чтобы они какие-то истоки брали у народного костюма. Студенты колледжа «Сервис» провели показ коллекции этно-авангарда «Легенды степей». Колледж технологии «Сервиса» продемонстрировал коллекцию «Неофольклор» и «Рухани Жангру». Все участники смогли поучаствовать в конкурсе под названием «Весенний переполох», а также показать себя в викторине из истории женской моды. Кроме того, в ретро-выставке вы можете посмотреть, у нас здесь есть коллекция периода уже современности, советского периода, это 50-е и 80-е годы. Вы можете посмотреть на инсталляцию, здесь у нас развемт быт того периода, и те декоративные какие-то средства, которыми пользовались женщины, конечно, уже советского периода. Организаторы надеются, что открытие нового проекта в будущем привлечет еще большее количество участников. Сергей Пасечник, Мейержан Жумуратов, Николай Шевелев, Пятый канал. Битва титанов. В Караганде прошел чемпионат Казахстана по силовым видам спорта Федерации АйПАФ. В турнире участвовали спортсмены из разных городов страны. Подробности далее. Девушки участвуют, также ветераны. То есть мы за здоровый образ жизни стараемся привлечь больше людей, чтобы наш спорт в нашем регионе и в нашей стране развивался. Турнир прошел на высоком уровне, жестким, но справедливым судейством. Призером чемпионата были вручены эксклюзивные дипломы и большие тяжелые медали высокого качества. Организаторы подчеркивают, что Федерация силовых видов спорта АйПАФ за здоровый образ жизни и пропаганду спорта среди молодежи. Погода в начале весны переменчивая, поэтому и обувь должна ей соответствовать, чтобы и в мороз спасала, и в гололед не скользила, и слякать ей было нипочем. А самое главное, обувь должна быть удобной, плотно сидеть по ноге и в то же время не причинять дискомфорт. Особенно тщательно нужно подходить к подбору обуви людям с нестандартным размером и особенностями. Правильная обувь снижает нагрузку на суставы и позвоночник. Наша обувь на проблемные ноги для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище или же выступающая косточка. Размеры у нас абсолютно доступны для каждого. Женская от 35 до 42, а мужская у нас от 40 до 49. Ярмарка обуви от белорусских и российских фабрик вновь в Караганде по многочисленным просьбам покупателей. На этот раз коллекцию зимней обуви пополнили моделями на весну и осень. Это около тысячи пар обуви. Казахстанцы уже смогли по достоинству оценить качество, широчайший ассортимент и демократичные цены обуви белорусско-российской ярмарки. Цены доступны у нас абсолютно для каждого. Женская обувь от 3 500 и выше мужская от 14 500. Не упустите возможность приобрести качественную обувь по доступной цене. Каждый покупатель подберет на ярмарке обувь по своему вкусу. Это элегантные классические модели для мужчин и женщин. Для любителей спортивного стиля тут также представлена огромная коллекция. Профессиональные консультанты дадут советы и рекомендации, помогут с примеркой. Ярмарка белорусских и российских производителей обуви весенне-осеннего сезона продлится в Караганде до 13 марта. Покупатели ждут на втором этаже торгового центра «Азия» с 10 утра до 7 часов вечера. Приходите и оцените высокое качество и демократичные цены. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Далее вас ждет информация о явлениях погоды и Айшау Симбекова. Здравствуйте с новостями о погоде Айшау Симбекова. Весна уже пришла, а зимняя прохлада еще осталась. Правда, речь идет лишь об атмосфере. Какую бы температуру ни показывали столбики термометра, душу греет ощущение приближающихся теплых дней. В этом году на 8 марта выпадет сразу два праздника. Международный женский день, а также конец масленичной недели. Весенний праздник любим с женщинами, а у мужчин вызывает смешанные чувства. От большой ответственности и волнения, как бы не прогадать с подарком. Но какой бы вариант вы не выбрали, помните о том, что поздравление с 8 марта должно исходить от самого сердца. С праздником, прекрасные дамы! А сейчас подробнее о том, какая же в Караганде будет стоять погода. В эти выходные ожидаются пасмурные дни с небольшими осадками в виде дождя и снега. Днем температурные показатели будут равны плюс 3 градусам, а ночью опустится до минус 7 градусов. Ветер южного и юго-западного направления, скорость которого 16-22 метра в секунду. Атмосферное давление составит 713 миллиметров ртутного столба. Согласно прогнозу синоптиков, накануне главного весеннего праздника в городе похолодает. Всю последующую неделю ожидаются переменно-облачные дни, которые будут чередоваться с ясной погодой. Выпадут небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха будет опускаться до минусовых отметок. Ночью минус 4,13 градусов, днем минус 1,6 градусов. Переменчивый ветер северо-восточно-юго-западно. 9-19 метров в секунду. Атмосферное давление составит 715 миллиметров ртутного столба. Телекомпания «Пятый канал» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на пятом. Субтитры создавал DimaTorzok